Эта история началась по старым добрым традициям человечества из-за женщины. Двое друзей 20 лет влюбились в одну и ту же девушку, которая успевала уделить внимание и тому, и другому, тем самым заставляя страдать обоих товарищей. Декабрьским вечером 2019 года парни решили навестить даму сердца, но не застали ее дома. Дверь открыла мать, с которой ребята решили остаться и поговорить за спиртным. В ходе распития обвиняемая начинает предъявлять претензии маме, как она плохо воспитала свою дочь, что она ведет распутный образ жизни, употребляет алкоголь, все это. На это, соответственно, мама девочке говорит, что когда своих родишь, учить меня не надо, я и так все знаю. Но, соответственно, нашему обвиняемому это очень не понравилось, и он начинает им носить телезные повреждения на кухне сначала кулаками, потом она, когда упала между мойкой и шкафом, начинает бить ее ногами. Второй товарищ все это время присутствовал на кухне, наблюдал за происходящим, и, как он потом расскажет следствию, боялся вступиться за женщину, потому что разъяренный молодой человек мог побить и его. Женщина потеряла сознание лишь тогда. Ухажер ее дочери успокоился, а его товарищ, переждав паузу, предложил перенести ее с пола в комнату на кровать. На какое-то расстояние на кухне ее перенесли, бросили. Потом наш обвиняемый причинил ей еще телезные повреждения. Когда она лежала там на полу, он на ней немножко попрыгал. После этого они ушли из квартиры, две дни закрыли. Утром уже мертвую женщину обнаружила соседка, она и обратилась в полицию. Выяснить, кто причастен к смерти 51-летней женщины, следователям удалось в тот же день. 20-летнего подозреваемого задержали у него дома, на его одежде были следы крови. Свою вину он полностью признал и рассказал следствию о случившемся. Сейчас приговором Московского районного суда он осужден на 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его действия классифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.